я не знаю я не знаю я не знаю и спаси нас слабо и пресняли Господи помилуй Господи помилуй благослови прибыль с нами хвала Тебя честный и святой дух аминь вот мы обедаем так это? так точно ты где живешь на сколько дальше Иркутска в Москве 6000 Иркутск он спрашивает на сколько дальше Иркутска на сколько не знаю а какое? Чита вот так а у вас мысль такая не возникла там можешь закрыть чтобы не мешало что перед тем как задать вопрос задать себе вопрос нужно ли его задавать или нет? ну так или лучше промолчать потому что Иоанн Заталоз говорит научитесь не задавать вопросов да не задавать сам постигай смотри Господь ответит тебе научитесь есть люди которые только задают вопрос их такое законы а там еще и нет это по практически они специально составляют люди видят загадки а с чем речь идет ну представь себе спрашивай когда Христос стоял на одной ноге ну вообще о ком ты говоришь о человеке или о ком а зачем? ну а когда? с этой его вышибить уже невозможно потому что он считает что-то знает ну когда на осла садился когда ногу поднимал ну что ты из этого узнал? ну еще нет глупость одна иногда думаешь почему в Священном Писании вот это не сказано прямо слово Троица а равенство и ипостаси такие слова то их нету в ангеле и нам защищать знаете с этой стороны ну только там 5-18 первое послание Иоанна годится еще взять письки и допустить на небе и главное нечего не могут сказать а в ранних списках это они про Евгений в списке когда Россию получил в 988 году давай вопрос так я матушке хотел задать вопрос матушке вопрос задать хотел уточнить информацию правдивую зачем тебе ей задавать то ну смысл это слово задавать задаваться знаешь что такое задаваться нет я проверить информацию зачем тебе ей задавать то информацию хотел проверить тебе не надо это делать никогда она при людях должна молчать во-первых женщины не позволяют не удастывать надмолвием быть безмолвием она это делает молчает а я хочу чтобы ответила глупость ее не скроешь это глупость то есть вопрос вас не интересует а вот сказать так как решили а она не ответит она скажет я и так все забыл хорошо я вам тогда задам вопрос давай погромче мне задавай вопрос батюшку хотели сделать епископом правда это нет ну вот я хотел узнать да нет ну а что тебе от этого теперь то ясное дело что здесь было такое когда зарубежные приходы были сейчас этого нет я просто правда это или не правда что тебе это даст я тебе скажу да слухи могут такое что дальше в принципе ничего нету пустота у меня еще голосовать за батюшку все проголосовали ну вот тогда и слава Богу это большая такая редкость неукомедия ну вот я хотел удочнить ее приехал епископ наш в тихих корочки и когда я его провожаю он меня отвел в сторону на вокзале поговорите с братом чтобы он согласился с этим то есть они последний рычаг решили нажать а я ему только говорю не вздумай все меня этому чтобы это не было скупкой нет этого таланта по сегодняшнему нету совсем еще ты будешь делать дома не будешь где-то тебе надо мотать тяжелее люди ты любишь так чтобы тихо все когда сейчас случится по уголькам остывшим пройти а я обидел все чтобы пожара не было я стараюсь опережать события на несколько шагов есть такой фильм французский профессионал не видел? нет его заслали там в какой-то разведке своем потом мы узнали кто он такой послали на африканскую страну убить президента у него с собой все снаперская линтовка все-все-все но политика изменилась и эти которые его послали чтобы улучшить отношения взяли его выдали взяли тепленько взяли 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 и с теми уже договорились вы его посадите он много знает но стрелять то не надо мы согласились и а он африканец кто видел этот фильм? он видел Николая не, примерно содержание я его видел несколько раз профессионал Бельмондо играет Бельмондо профессионал название но я запомнил я все время всю жизнь на это дам быть надо в любом деле профессионалом вот у меня знакомый был очень близкий близкий самый близкий для меня когда я занимался магнитофонизацией в Сибири страны и он был помощником любой телефон любой магнитофон он отремонтирует речку да не ты видишь Леша звали он профессионал в своем он приехал в Аклозе а там баптиисты все у нас знакомые но телефон-то такой маленький был сломался все уже никто ни одна мастерская не берет он берет все уезжают все висеть работает высшей категории профессионал любой там утюг вот это вот что это важно плюнуть ему отремонтирует пиву или что-то у него наитие какое-то было ты знаешь мы в Академгородке магазин большой Новосибирский Академгородок мы ищем пленки определенный маяк маяк 205 очень тяжелый сильный маяк 3 скорости 4,7 там 9 и 19,7 2 дорожки 2 дорожки в одном направлении можно пристать и 2 другом у меня зарплата была 72 а он стоит 320 а нам 12 а нам студию образуем и вот выходит покажите есть они но и кондиционные разные причины у нас свой мастер специально обслуживает посмотрел и говорит выправить нельзя их только договариваться отсылать обратно на завод ну я то слушаю для меня это вопрос решенный нету едем в другое место он нет я прошу показать ну мы сказали что мы их продавать не можем дешевле продавать раз они не работают мы не рубля не можем скинуть он говорит а я не прошу вы покажите их вот он берет там это схему я вам показали схему схему там так вот это он допор лучшего там в трансформаторе замыкание у меня глаза на лоб он еще ничего не делал он по схеме пальцем ведет по схеме и уже говорит берем я говорю ну это же не такие берем я говорю а как делать как делать это пустяк такой а это мы сделаем быстро второй берет пальцем не провернешь там видишь нерабочий совсем даже я и то понял что нерабочий попробовал нет еще я сниму на завод схожу там все оттащу сам на завод пойдешь в тысячу я сказал сделаю и у них там я не знаю сколько но было не менее надо пяти которые за время когда они торговали может быть полгода нам это я первый раз нашли и он все берет по обстоятельствам уже на ветер деньги такие я так копил деньги подрабатывал везде а подрабатывал это означает брал ремонт это базу делать дачи богатым людям строить я строитель проходит все магнитоподы работают для меня непостижимо это как ты мог это узнать то там что провода невидимые трансформаторы переключились я сразу вспоминаю я не знаю сейчас как кажется у Рокфеллера аэра где-то участвует в больших стройках и гидроэлектростанция и там который сам работает который крутится она высота двухэтажного дома не работает и один специалист говорит это никто не найдет все закрыто и открыто и как в Канаде есть один такой как спец ну давайте его вот такой мужик говорит требовательный исполнять надо все без разговора и что выправит думаю да мы его выправим поговорим я там еще и здесь я смогу я знаю тут и не в каком в Рокфеллере деньги-то там какие будут я сказал все приезжает а где ага посмотрел посмотрел и так нужна лесенка лесенка там кажется 3 метра с лишним 4 метра так кусок мела и раскладушка и он начинает обслушивать ее как человек который слушает сердце как бьется и делает пометку там черточку раз на корпусе два три плюс цифры какие-то пишет он там посидел сколько недели бегали все теперь нужно делать что я скажу а что сделать а там вот там под этим местом там как я уже не знаю назвать это две обмотки лишние а вот это целых четыре отсутствует как как я не скрывал узнал я слушал и три танкиста три веселые друга когда хотели посмеяться над ними трактор танкисты он сразу сколько там выхлопные там 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 и все нашел а там какой-то гость попал вот такой ну и когда все сделали пустили работает как надо ну пускай скажет сколько ему заплатили он так посчитал говорит посчитал один миллион долларов миллион долларов только зарплаты нет даже тот взросл ну ну сколько то ну не миллион же нет сказал миллион ну тогда пускай скажет Свету составит на что он потратил на миллион то иди и он написал один доллар в кусок мела которым я поставил черточки а 999 тысяч 999 за то что я знал где их поставить Аркферу он так понравился заплатить ему у него и юмора хватило и здесь и вот я рассказываю те людей которых я лично знаю он со свалки там холодильник все на ноги поставил я говорю так выброшены выброшены зря выбросили работа я говорю у дороги мужик застрял он так проехал а ездил то у него мотороль и остановился я говорю мужик стоит на пути не может завести машину ну а что ты сделаешь заведу а как заведешь а у него с собой провода он подошел может давно тут мучаешься да вот только то кто тебе помогал и кто не помогал все мимо катят и все так вот подсоединяйся ко мне зарядил все показал мне ошибка мужик не успел провода смотал и сам смотался и все это на моих глазах и он делает так одной кнопкой сделал да и на аппарат называется 11 магнитофонов срывается с места кнопку там нажал 11 наверное останавливаются все такого человека это все встреча была божественная я все рассказываю как это было так вопросы надо знать и надо ли их задавать у меня есть вопросы вот меня спросят а вы знаете я отвечаю абсолютно на все вопросы на все какие существуют как по пяти параметрам я каждому отвечаю я за каждым стою у меня ничего нет головы будет университет университет один из ведущих здесь может быть 27 тысяч студентов 18 теперь 25 стран присылает университета учиться здесь очень известные ко мне вопрос я его засчитываю наши занятия я отвечаю сразу где написан ответ какая книга 77 всего книг там в каждой главе я называю глава и стих второе по этому же вопросу что говорят святые отцы это 300 томов по трамоге мнения третий параметр я отвечаю что говорят правил книга правил 719 правил четвертый что по этому вопросу говорят здесь это 1173 биографии из биографии нужный пакет абзац и пятый параметр что говорят 500 поэтов мира за 300 лет по этому вопросу а ты никто не ответит я это знаю никто и я не отвечу это Бог дает и у меня в книгах это все отображено не просто говорить поэт какой поэт а шесть поэтов за 300 лет 500 поэтов за 300 лет понятно а как Бог я бы доверялся и по этому есть вопросы которые ну никто не ответит они меня не имущают ничего вопросы эти только к Богу я им прошу почему Господь простое слово такое сказал бы детей не крестите или детей обязательно крестите все споры вот адрес доказывал что Христос это тварное существо первое самое но не равное Богу но самое показывает на базарах там всякие кухарки все спорили спорили с царянами что Христос это Бог вот как мусульмане Иса пророк а это Иса другой чем Иисус Христос не считая их книги я бы этого не узнал а где это написано ну где написано девятнадцатая сура двадцать восьмой аят там третья сура если кажется девяносто шестая об этом говорится прямо у них об этом говорится они не знают писания и сравнивать надо с бытием они считают я говорю да пророк не трогаю но и нашего Христа не трогаете да какая радость что наш Христос от вашего отстает тысячу шестьсот лет и наше второе лицо Троицы Бог Бога человек и Сын Божий нет нет я у тебя не трогаю пророка вашего Иисус зачем ты Библию как держал не держал как ты можешь спорить я говорю что что написано он не понимает он не знает и поэтому вопросы задавать дело непростое в вопросе иногда видно глупость человеческая ты знаешь когда выходят и по бумажке так и считают а Петр первый сказал выступает когда уже там члены правительства в Думу по сегодняшнему сказать чтобы никакой бумажки не было дабы дуль каждого была видна а еще он скажет когда он пару слов говорит а на бумажке то он и Бречном считает там показали говорит олимпийские игры пять куриц он считает о о о Ленин Кирич, да это знак тут пять раз о о я считаю может и не было такого но смешно говорят он очень любил чтобы кухарка называла его полным званием где он там в Сочи отдыхает а там специально проверенные люди дали первое блюдо первое блюдо генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза председатель президента Ленин Кирич Брежнев первое блюдо подают согласен опять то дали она должна назвать генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза и дали по полному мужчину я в это верю в смысле он был так у меня у меня нет ни одного звания никакого вообще никакого ни одной награды ни от кого ни от правительства нигде я совершенно свободен никому не обязан одна же только университета такая вот медаль большая она может жить сейчас за то я не знаю за что за то что я у них вел занятия 18 лет бесплатно у меня все интересно когда люди слушают прихожу я однажды к ректору Евстигнеев Владимир Васильевич там уже он и ректор и там профессор и академик и какие там награды зарядить можно даже посмотреть и он говорит Игнатий Тихонович русские хотят новые русские хотят быть более образованными я говорю да давно пора заняться они как над ними смеются они еще не понимают надо уже это поднимать то я говорю прекрасно все так да дело то в общем они вас избрали как избрали чтобы вы не преподавали Владимир Васильевич у меня же никакого звания нет образования гуманитарного нету религиозного нету вас избрали а я много выступал по телевидению фильмы про нас вышли ну пожалуйста проходит сколько а я подготовился снял там меня опять вызывает так идите получите деньги какие деньги ну вы занятия довели я ну вот да я вроде за деньги это делал то я же не за деньги ну не беспокойтесь деньги то не наши не университетские это они разные разные там тресты где они бывают ну они это они говорят это дело ну какое дело получите я пошел там накрутили такая цифра какая то ошибка наверное какая ошибка это вам деньги я опять это по какой же ставке то меня повели как он профессор ну какой же я профессор то у меня не кандидатская нет ничего да тут то не профессорская намного больше они то ли мне лауреата Нобелевской премии присвоить хотели настолько понравились наши занятия вот и все все занятия что мне эти звания когда их со званиями там профессоров академиков они никого не избрали давай вот вы говорите про звания и награды отец киприан такой есть в интернете да и он носит звезду советского союза герои это нормально? он монах он монах ну это его заслуги прошлые годы тогда ну а зачем носить то? вопрос не ко мне нет ну вы думаете это нормально? я не могу обсуждать за глаза нет так у меня нету еще нет потом кстати никогда не обозначал ему напиши спроси так хорошо вопрос аминь все аминь так идем на работу разговоров чтобы не было быстро работать Володя у тебя так я вас сразу забираю Володя мы должны закончить начинать здесь а вот что есть там заканчивайте фактически и мы разбазали на земле видите вот какую кушу то напилили это вообще аминь так Игнатий мне надо приглашение отправить потерять а? мне надо приглашение отправить людям на все 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 и все это